с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 5 сентября международный день благотворительности инициатором учреждения этого дня была венгрия дату решили приурочить годовщине смерти матери терезы она скончалась в 1997 в индии миссионерка и католическая монахиня она всю жизнь помогала бедным больным и детям занималась благотворительностью в индии и других странах за свои труды мать тереза получила всемирное признание и в 79 году стала урядом нобелевской премии мира за деятельность помощь страждущему человеку спустя шесть лет после смерти католическая церковь причислила ее к лику блаженных а в сентябре 16 года канонизировала у родившихся в этот день 1568 год в этот мир приходит томазо кампанел итальянский философ поэт создатель коммунистической утопии к тому же монах доминиканец автор философского произведения город солнце в боге никакое существо не грешит а грешит вне бога 1585 год в этот мир приходит арман джан дю плесси более нам известный как кардинал и герцог решили министр людовика тринадцатого один из самых великих государственных деятелей франции изложил свои взгляды в книге государственные максимы или политическое завещание вот к примеру о налогах суммы извлекаемые королем у народа к нему же и возвращаются народ их авансирует чтобы получить их обратно в виде пользования своим покоем и своим имуществом что не может быть ему обеспечено если он не будет способствовать сохранению государства 1946 год рождается фредди меркури английский рок-музыкант лидер группы queen он родился на острове зензибар семье парсов эта группа последователей зороастризма в южной россии фарух счастливый был сара учился в школе святого петра в городе панчканге 500 километров от бомбея имя фарух для его преимущественно англоязычных одноклассников оказалось неудобным и они стали называть его фредди в год основания queen 70 певец официально сменил имя и фамилию теперь он по паспорту был фредерик меркури вокальный диапазон музыканта составлял напомню четыре октавы но еще о событиях этого дня 1698 год бородовой знак вводится в стране это же бородовая копейка металлический жетон который служит квитанции об оплате особой пошлины на ношение бороды введенной петром первым крестьяне пошлины не облагались но каждый раз при въезде в город взималась по одной копейке с бороды с 1715 года действовала единая пошлина 50 рублей с человека в год отменена в 1772 году в 1905 председатель святой министр российской империи сергей витте и министр иностранных дел японии ютара камура подписывают мирный договор завершивший русско-японскую войну витте проявляет себя жестким дипломатом отвергнув ультимативные требования камура и об уплате огромной контрибуции в том числе передачи японии всего сахалина и русских военных судов которые находятся в нейтральных портах японцам пришлось уступить захваченный ими порт артур и дальний часть южно-маньчжурской железной дороги а также половину сахалина до 50 параллели витте после этого прозвали графом полусахалинским ну а мирный договор соблюдался вплоть до оккупации японцами маньчжурии в 1931 году окончательно утратил силу после капитуляции в 45-м 1940 в пионерской правде начинают печатать повесть аркадия гайдара тимур и его команда неожиданно через несколько номеров публикацию прекратят кому-то из начальства показалось что команда тимура настоящая конспиративная организация и незачем пропагандировать неорганизованное тимуровское движение когда есть организованная пионерская но в итоге все трясется и повесть продолжит публиковать 1972 палестинские террористы из организации черный сентябрь убивают в олимпийском мюнхене 11 израильских спортсменов в основном это бывшие советские двое спортсменов убиты сразу 9 взятых заложники власти фрг предоставляет террористом самолет который пытаются атаковать в итоге погибают 9 оставшихся в живых заложников 5 арабов и один полицейский трое террористов арестованы на олимпиаде на один день знак траура приостановлены все соревнования 1975 год песня рода стюарта салин занимает первое место в англии а в 1995 самолеты нато возобновляют бомбардировки позиций боснийских сербов после четырехдневного затишья в боснии бомбы сбрасываются на все сербские кварталы сараева митроссия официально осуждает возобновление авиаударов и требует их прекратить в 1997 год в москве открывается памятник петру первому работы скульптора зураба церетели 98 метровая работа становится одним из самых высоких памятников россии в мире ей уступает даже статуя свободы в нью-йорке возможно памятник петру стал и одним из самых тяжелых скульптура каркас который сделан из нержавеющей стали а детали облицовки выполнены из бронзы весит более двух тысяч тонн памятник состоит из трех частей педестала нижняя часть памятника корабля и фигуры петра все части собирались по отдельности чтобы создать памятник скульптору потребовалось чуть меньше года сразу же после завершения монтажных работ памятник не взлюбили за внешний вид за огромные размеры за неудачное месторасположение за то что гигантский монумент не представлял ценности для города но время идет и меняется отношение к монументу и самое последнее 1918 после убийства урицкого и покушения на ленина совнарком принимает декрет о красном терроре он подтверждает правого чека применять высшую меру без суда и следствия дзержинский инициатор и руководитель террора определял красный террор как устрашение ареста и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности по данным английского историка роберта конвекста всего по приговорам рев трибуналов и вне судебных заседаний чека семнадцатом двадцать втором годах было расстреляно 140 тысяч человек исследователь же историю чека олег мазохин на основании архивных данных подверг критике эту цифру по его словам со всеми оговорками натяжками число жертв органов бчк можно оценивать в цифру не как не более пятидесяти тысяч человек на основании изучения протокола заседаний чрезвычайных комиссий он отметил также что приговоры к высшей мере наказания были скорее исключением чем правилом причем большинство расстрелянных было казнено за общеуголовные преступления впрочем спор историков никак не может оправдать даже одной человеческой смерти в результате государственного террора с вами был николай пивненко в проекте дата